В свое время создание и применение в разработке технических систем конструкции САПР, системы автоматизированного и проектирования, было признано Национальным Американским научным фондом, это более где-то 40 лет назад, одним из самых величайших событий, которые увеличивают резко производительность труда. Вторым после изобретения электричества. За это время прошло много времени и все время, с каждым годом, все больше повышается роль математического моделирования, часто называют цифровое моделирование. Соответственно, в основу этого моделирования закладываются математические модели, с каждым годом все более сложные и все более адекватные реальным процессам и реальным конструкциям, объектам, сложным сооружениям, такие как самолеты, автомобили, атомные станции и так далее. Соответственно, переход к цифровому проектированию, он привел к тому, что конструкторы стали проектировать с помощью 3D-моделирования, то есть 3D-модели. Это все понимают уже, эти все знают, школьники это любят, применяют и даже сейчас новый виток развития 3D-моделирования будет связан с применением 3D-печати принтеров. То есть простейшая цифровая фабрика, которую можно дома организовать, это система 3D-моделирования и 3D-принтер можно смоделировать и напечатать то, что тебе хочется. Соответственно, как устроены в мире высокотехнологичные компании, как разрабатывают продукцию. Они разрабатывают продукцию сейчас не подредиционной, как правило, цепочки, когда есть конструктор, он проектирует, а потом, или 10 конструкторов, а один есть расчетчик, который делает расчетные проверки. В свое время, лет 10 назад, на многих международных конференциях делался прогноз, что наступит то время, когда будет обратное соотношение между конструкторами и расчетчиками, теми, кто может решать сложные математические задачи. Конструкторов будет меньше, а расчетчиков будет больше. Это казалось достаточно странным на первый взгляд, но тем не менее это время наступает. Это связано с тем, что появилась новая парадигма, фактически ее активно продвигают и применяют лучшие высокотехнологичные компании в мире, мировые лидеры. Эта парадигма называется simulation-based design, то есть проектирование на основе моделирования. Когда творчество, креативность конструктора не просто начинается с чистого белого листа, а когда за основу уже закладываются те или иные математические модели, которые удовлетворяют функции, целевой функции, которые требуются от этого изделия, всем характеристикам техническим, эксплуатационным нагрузкам, выполненным из того или иного материала, или совокупности материалов, или из композиционных материалов. И далее просматривается, обязательно учитывается, а как же конструкция будет изготовлена. До последнего времени, как правило, изготавливалась конструкция с помощью многофункциональных обрабатывающих центров, так называемой CNC-технологии. Вычитающие технологии. В последнее время бум связан с тем, что очень бурно развиваются так называемые аддитивные технологии, когда у нас изготавливается конструкция, элемент конструкции путем печати, можно так сказать, печати послойного нанесения того или иного материала. В первую очередь нас интересует металлический материал. Это тем более вызывает, делает более актуальной тему проектирования на основе моделирования. Это другая концепция. Это концепция, которая затрагивает вообще говоря все процессы, как проектирования, так и подготовки инженеров. Их нужно готовить совсем по-другому. В основу концепции проектированной основе моделирования, уже отмечалось, закладываются математические модели. То есть описание процессов, явлений, объектов в нашем случае, элементов конструкции, машин, сооружений, приборов, всего, что нас окружает, зданий, например, с помощью уравнений математической физики, уравнений в частных производных. Это достаточно сложные, но поемкие математические модели. Их не очень многие могут грамотно формулировать, ставить задачи. Ну и вообще говоря, в общем, стараются избегать этих сложных вещей. А на самом деле это выступает у подавляющего большинства мировых компаний основным драйвером создания, и здесь очень важно отметить, чего? Глобально конкурентно способной продукции, причем в кратчайшие сроки, и чрезвычайно важно, нового поколения. То есть важно не просто воспроизвести улучшенный слегка прототип, который достался нам по наследству от корифеев, которые трудились, скажем, еще в Советском Союзе. А нужно создать именно, подчеркнув, глобально конкурентоспособный продукт, лучший в мире. И мы часто говорим, что математическое моделирование и основное на нем проектирование позволяют как раз создавать best-in-class оптимизированные конструкции. И вот тут появляются некоторые такие новые слова – оптимизация. Это технология оптимизации, когда мы хотим получить оптимальные конструкции, оптимальные с точки зрения минимума веса, оптимальные с точки зрения работы в эксплуатационных нагрузках, чтобы напряжение не превышало пределы прочности или концентрации напряжения, или с учетом усталостных свойств, вибрационных нагружений и так далее. То есть мы хотим создать оптимальный элемент, чтобы в нем все было столько, сколько нужно. Материала сколько нужно, и материал тот использовался, который несет действительно нагрузку, ничего лишнего. И, соответственно, эти элементы были бы экономически тоже оправданы их созданием. Естественно, лидерами всегда при применении таких передовых технологий, как вот мы говорим, моделирование для проектирования, соответственно, являются мировые лидеры, высокотехнологичные компании. Они задают тон, потому что они являются лидерами на рынке, они бегут вперед быстрее, чем их догоняют, и поэтому они быстрее внедряют все передовые такие решения. Это, конечно, нужно отметить, в первую очередь, аэрокосмическая область, это, конечно же, автомобилестроение, мировое автомобилестроение, подчеркну, оно является самым высококонкурентным и самым динамично развивающим. Почему? По той причине, что любая продукция, вышедшая на рынок, она тут же может быть, и это есть на самом деле, покупается конкурентами, изучается, соответственно, как она изготовлена, из какого материала, какие технологии применены, какие сварные точки, какие технологии обработки материала и так далее, и так далее. И все это, естественно, подхлёстывает эту конкуренцию. Соответственно, ничего подобного нет с самолетами, ракетами, автомобилями, кораблями и так далее. Поэтому автомобилестроение, на самом деле, лидирующее отрасль в этом направлении. И часто многие передовые решения, которые там возникают, они как раз носят кроссотраслевой характер, транслируются потом, трансферы осуществляются в другие отрасли. И как раз вот эта концепция simulation-based design в первую очередь родилась в автомобилестроении, где, скажем, чтобы обеспечить автомобиль безопасный, то есть обеспечить требования пассивной безопасности, требуется выполнить большое количество виртуальных экспериментов. Раньше это делалось с помощью натурных экспериментов. Разбить автомобиль в краш-тесте, в натурном эксперименте, достаточно дорогое дело. Причем в нем должны быть манекены, которые достаточно с высокой степенью адекватности моделируют наше с вами поведение в случае ДТП-аварии. Они содержат виртуальные образы органов наших. И, соответственно, результатом этого краш-теста должно быть оценка автомобиля с точки зрения пассивной безопасности. Пригоден ли он к эксплуатации? И, соответственно, какой уровень безопасности он обеспечивает? Это сложнейшие математические процессы происходят. Представьте, все за 150 миллисекунд автомобиль, который состоит из 250, скажем, материалов. Для каждого из материалов должно быть известно порядка 15 кривых деформирований в зависимости от скорости деформирования. То есть у нас автомобиль, каждая его точка, зона фактически деформируется по своим законам, по своим свойствам материала. Дальше в автомобиле, как правило, несколько тысяч сварных точек. Это такие локальные сопряжения деталей между собой. Соответственно, их нужно расставить таким образом, чтобы автомобиль был проще. Мы хотим в нем сесть, он не должен рассыпаться, он должен обеспечивать комфортное передвижение. То есть не должно быть излишних вибраций, шумов и так далее. И вот мы должны управлять этими точками сварными для того, чтобы обеспечить энергетическое поглощение энергии в случае ДТП. Чтобы эти строчки с точки сварные выходили из строя в случае столкновения таким образом, чтобы вокруг нас, вокруг салона, то есть водителей и пассажиров, все деформировалось, а мы остались бы живы. Ну и это мы видим в лучших образцах автомобиля мирового уровня. Вроде как он и столкнулся, врезался или в него врезались, а тем не менее у него сработали системы пассивной безопасности, ремни, подушки. И собственно сам автомобиль стал деформироваться таким образом, что в нужный момент, на нужной миллисекунде сломались те или иные детали, а это заранее программируется. То есть программируется зона деформирования из разрушения. И все осталось внутри. В целом хорошо и жизнь обеспечена, что соответственно будет все живы и здоровы. Вот этот вот краш-тест является, скажем так, одним из вершин, в который упакованы практически все науки мультидисциплинарно. От материаловедения до технологии изготовления. И конечно же все процессы связаны с механикой, динамикой, все типы нелинейности, которые изучаются в технических университетах. Геометрические, физические, контактные взаимодействия, разрушения и так далее. Для того, чтобы владеть совершенствами этими технологиями, проектированными на основе моделирования, нужно очень хорошо знать фундаментальная физика и математическая подготовка. Очень много математических дисциплин и так называемых теорий. Теории колебаний, теории упругости, теории пластичности, теории прочности, механики композитов и так далее. Это очень наукиемкие вещи, поэтому это объясняет, почему это в какой-то степени не пользуется популярностью широкого круга населения, хотя все хотят ездить в безопасных автомобилях. Это очень сложно. С другой стороны, именно эти процессы являются, как мы уже говорили, драйвером для создания продукции нового поколения. Ключевым вопросом в последние годы стало применение технологий оптимизации, потому что они позволяют создавать конструкции, которые, если были оптимальные созданы конструкции, говорилось, что на станках их делать невозможно. То есть сейчас с помощью аддитивных технологий можно сделать эти элементы конструкции. Они будут лучшими в классе, обеспечивают минимум веса. И есть уже примеры, это делают многие инженерные инженеринговые центры, где масса снижается изделие на 2-3-4 раза. Коэффициент использования материала тоже повышается. Но это, как правило, совместно с аддитивными технологиями. И это новое направление в математическом моделировании, которое принципиально меняет технологию парадигма проектирования, мы назвали бионический дизайн. Об этом обычно мы расскажем в других лекциях, отвечаем на вопросы, поясняем. Но это очень сверхактуальное направление, которое, скажем так, впитывает в себя все лучшие технологии. Во-первых, теоретические наработки, современные теории, методы, подходы, которые есть. Современные компьютерные и суперкомпьютерные технологии, это очень важно. Технологии оптимизации. Завязано все с технологиями изготовления, передовыми производственными технологиями. И, конечно, здесь в первую очередь надо назвать аддитивные технологии. Вот я бы сказал, что это будущее цифрового проектирования на основе моделирования. То есть на основе технологии оптимизации, с учетом возможностей стремительно развивающихся аддитивных технологий. Именно в дальнейшем, скорее всего, все больше с каждым днем, с каждым месяцем и годом будет конструкция изготавливаться именно таким образом. Это ставит и многие новые задачи, связанные с нормативной документацией, сертификацией, с испытанием тех конструкций, которые получены аддитивным образом. Но гарантированно позволяет создавать конструкции нового поколения, потому что практически потенциал старых подходов, он исчерпан старыми поколениями, предыдущими поколениями. Много было сделано, и у них было гораздо больше возможности финансировать натурные эксперименты. Натурные эксперименты в силу того, что сложная задача все время растет, становятся очень дорогостоящими. Но за последние, скажем, 25 лет очень интенсивно развивалось цифровое проектирование и моделирование. И достигло очень значительных успехов, развития, и практически во всех отраслях оно вытесняет в какой-то степени, делает меньше долю натурных экспериментов, все больше виртуального проектирования, моделирования, о котором мы говорим. Но это требует очень серьезных компетенций. Это требует компетенции, это знание в действии, технологии, в первую очередь. Это знание очень большого количества самых передовых, самых лучших технологий. Поэтому, делая о режиме краткой лекции, я бы сказал, что цифровое проектирование на основе математического моделирования, simulation-based design, это основная парадигма для создания современных, глобально конкурентоспособных изделий нового поколения, а также дополнительно востребованных на рынке, персонализированных, кастомизированных от человека под требования рынка. И этому уделяется особое внимание в национальной технологической инициативе, которая сейчас разворачивается, которая направлена на создание рынков будущего и взращивания для этих рынков будущего национальных чемпионов. Продолжение следует...